Яркой страницей в историю Минского подполья историки называют подготовку восстания 4 января 1942 года. Его целью была ликвидация основных центров оккупационной власти. Почему подпольщикам тогда не удалось освободить белорусскую столицу? Вы знаете, вашим вопросом, безусловно, есть одна тема. Понимаете? Эта тема дать, ну, назвать и успехи, назвать недостатки, назвать драматические страницы. Но есть еще тема защитить историю Минского подполья, ну, извините, что так назову, от фальсификации. К сожалению, я вам следующее скажу, что весь блок документов по Минскому подполью, это 10 фондов, это 40 тысяч страниц. Да, там встречаются, в немецких документах, кое-где встречаются, что вот в Минске готовилось восстание, что в госпитале таком-то хранилось оружие, в такой-то квартире хранились патроны, там, гранаты, нашли немцы. Но что стоит за этим? Стоит за этим следующее. К сожалению, я должен вам сказать, что никакого восстания не готовилось в Минске. 42-й год, это очень сложный год, очень трудный период для Минского подполья. Я вам уже сказал, что весной был крупный провал. Полностью был разрушен центр подпольной деятельности военнослужащих. Ну, какое подполье будет без военнослужащих? Кто будет? Домохозяйки. Кто будет идти в атаку? Дальше. В Минске, минскими подпольщиками в свое время, летом, осенью 42-го года, в августе, вернее, 42-го года, действительно, были созданы документы с призывами. Учитывая призывы Москвы, выступления Сталина, были распространены призывы активизировать включение мирного населения в партизанские отряды. И мы знаем, что когда пришли эти призывы в Москву, без согласования с Москвой, там расценили как провокацию. Без согласования с Москвой такое широкое масштабное явление, как восстание, это только могли догадаться те, кто спровоцировал. Ахапоновщина, как без подготовки бросить мирное население, на кого? Водонапорную башню. Некоторые патриотически настроенные военнослужащие, которые входили в состав украинских батальонов, у нас размещали здесь на сторожовке, надо было захватить водонапорную башню, не смогли, потому что там охрана стояла. У нас есть дневник Бондарюка, этот дневник велся человеком с июля 1941 года, июля августа 1941 года, по май 1943 года. Он записывал каждый день, что сделали, с кем встречался, и напоминания нет никакого о том, что готовилось какое-то восстание. Да, документы есть такие, но после вот таких немецких документов, что надо усилить, повысить боевую готовность, последовали массовые аресты людей. Сотнями были расстреляны военнослужащие. Военнопленные были переведены и сконцентрированы в одном концлагере, Масюковщина. Раньше они имели право находиться в Минске, работать на предприятиях Минска, получать за это дополнительное питание, получать более лучшее. Они лечиться имели право в каком-то лечебном учреждении Минске, после этого их всех вывели, и они находились только в замкнутом предстанстве, их там уничтожали. Это на Масюковщине. Конечно, хотелось бы, чтобы количество диверсий после контрнаступления Красной Армии под Москвой в декабре 1941 года увеличилось. Потому что московская битва продолжалась до 20 апреля. До 20 апреля. Минские подпольщики как могли, помогали. И они 21 мая 1942 года выпустили газету «Звезда». И впервые в реквизитах этой газеты назвали свой общегородской подпольный центр «Минский горком Компартии Беларуси». И в этих статьях, в этой газете, они сообщали об успехах Красной Армии. Это была поддержка. 1942 год – это тяжелейший год и для Красной Армии. Известно, что 28 июля нарком обороны Сталин издал известнейший приказ «Ни шагу назад». Приказ номер 227, по-моему. 227, 28 июля. «Ни шагу назад». Это страшное время. Это более тяжелое время, чем даже в 1941 году. Немцы рвались к Волге, немцы захватили юг Украины, вышли к Северному Кавказу. До 19 ноября, с июля 1942 года, до 19 ноября была оборонительная операция. В обороне была вся Красная Армия. Конечно, и Минск, что вы. Там население было сколько? По немецкой переписи, в феврале 1942 года 102 тысячи. При этом в Минск население было разделено на две части. Северо-западная часть, еврейское гетто. Понимаете? Это политика геноцида. В этой части, русский район, как они называли, все находилось под контролем. Подполье действовало в тяжелейших условиях, но до такой формы, как восстание. Вы понимаете? Это самоубийство, на мой взгляд. Продолжение следует...